Я Лукьянюк Александр Васильевич, проживаю на административном поселке. Одна из таких у нас проблем, это на протяжении 5 лет дорогу от поселка Жиловки до от поселка административно не убирается гранулированный шлак. И вот мы собрали инициативную группу, собрали более 50 подписей и обратились к депутату Валерию Новикову с этой просьбой. Ко мне как депутата Валерийского городского совета обратились жители поселка административный с просьбой посодействовать им в уборке шлака, который не убирается уже на протяжении многих лет. Я написал депутатское обращение в управление жилищно-коммунального хозяйства. И что меня очень сильно возмутило, я получил ответ, в котором написано, что шлак на маршруте номер 10 поселка административного был убран и вывезено, подчеркиваю, 55 тонн гранулированного шлака. Точка. То есть работа выполнена. Ну я теперь хочу обратить внимание на вот это вот письмо, что нам отчитались. Ой, к администрации коммунального предприятия Алчевский дорожно-эксплуатационный участок. Посмотрите внимательно на эту работу. Если вывезено все, то подскажите мне, пожалуйста, это называется итоговая работа. Если бы все на предприятиях так работали, когда оставались там разбросанные кучи, там недообрано, наверное, было бы очень много проблем. Сделайте одну работу, а с самого начала до конца, под ноль, как это положено. Сдайте на одном месте полностью выполненную работу и переходите на другой участок. Вот тогда у нас будет порядок и в городе, и на административном. Салманова Татьяна. Судя по ответу, который получили, нам сказали, работа проведена, шлак выведена. Но когда едет троллейбус у нас по поселку, мы как задыхались от шлака, от этой пыли в троллейбусах, так и задыхаемся. Помимо того, что троллейбусы и так слабо убираются, выходя на трассу, приходят в большинстве своем грязными. Так мало того, еще пока мы доедем до железнодорожного вокзала, мы все в пыли, все чихаем, а люди, которые с аллергией, так вообще, простите, хоть выноси их с троллейбуса. На этом примере мы хотим показать, как работают наши коммунальные службы и городские власти. Они только отписки дают, а делать ничего не делают. Еще хотелось бы добавить, что в реальности невозможно убрать 55 тонн на таком промежутке дороги, поэтому хватит обманывать людей. Что было сделано коммунальными службами, я просто хочу сказать. Во-первых, это было убрано грейдером, но никто эту пыль не убирал метлами и лопатами. В начале поселка Горького там убирало несколько человек, а дальше к нашему поселку никто и не дошел. Поэтому было убрано процентов 50 этого шлака, а проблема как осталась, так и осталась. Поэтому просьба колчевской власти, чтобы они контролировали выполнение работ. Вот и все. Я призываю горожан всех контролировать нашу городскую власть и не допускать вот таких вот обманов, потому что народу уже просто надоело. Мы уже не должны верить, мы должны все сами брать и проверять. И вот таким образом мы, выставляя в интернет, призываем нашу городскую власть в следующий раз быть повнимательнее с вот такими вот отписками. Спасибо. Спасибо.